Вчера стало известно о том, что в Москве задержали юриста Руси сидящей Алексея Федярова. С чем это связано, что об этом известно, что его ожидает? Здесь мне довольно трудно, конечно, это комментировать, хотя бы потому, что здесь важно всегда использовать и думать о главном принципе не навредить. Поэтому, ну и известно, довольно мало все-таки в конце концов. Алексей был задержан не вчера, он был задержан несколько дней назад. Он содержался в изоляторе временного содержания, и известно стало вчера о его задержании, и он был арестован за Москворецким судом. То есть это всегда происходит, когда дело ведет ГСУ, Главное следственное управление по Москве. Соответственно, оно его и ведет. Он был арестован вместе с адвокатом Алексеем Федяровым, юристом, адвокатом Андреем Златухиным, который тоже работает с Руси сидящей, которого мы тоже хорошо знаем. Значит, их обвиняют в посредничестве при даче взятки, статья 291. Это очень и очень странная история, страннейшая. То есть я пока не готова подобрать к этому слово, к истории, но это выглядит странноватенько. Алексей Федяров человек известный, но он человек известный не только как юрист, он юрист, именно не адвокат, он сидевший, он освободился в 2016 году, он прошел через тюрьму, значит, до этого он работал в прокуратуре, в 2013 году его посадили уже не как прокурора, а как предпринимателя. Он ушел в строительство, строительство, сами понимаете, такое дело. Мы, собственно, познакомились с ним в тюрьме в Нижнем Тагиле, он сидел в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. И когда, собственно, он вышел на свободу, мы с ним познакомились и как-то очень быстро подружились. И стали вместе работать. Никогда, никогда Алексей не был у нас в Руси сидящей в штате, но он возглавлял какое-то время и департамент юридической Руси сидящей, поскольку человек с юридическим образованием, с прокурорским прошлым и с тюремным опытом, ну это, конечно, для Руси сидящей кладайк. Полностью, да, то есть вообще все скилсы, что называется, абсолютно все прокачано. И он никогда за свою работу не брал денег, поэтому мы так без оформления работали. Он считал всегда, что, и считает, что благотворительный фонд еще и деньги брать, надо, наоборот, туда давать. И, кстати сказать, у него есть свой собственный благотворительный фонд, который он создал несколько лет назад, называется Relict. И он помогает детям, особенно детям в трудной ситуации. У него и построен такой детский лагерь под шатурой спортивной, и там занятия с ними проводятся и так далее, и так далее. Тоже, между прочим, на пару построился человеком, который вместе с ним освободился. То есть это еще и всякая разная поддержка. Вот, и Алексей автор четырех книг, один из которых «Человек сидящий». То есть это, в принципе, конечно, фикшен, но так на основании собственного опыта. Одна книжка совершенно документальная, и она, собственно, связана с последними юридическими событиями, правовыми событиями в России. И она написана в сотрудничестве с многими другими защитниками. И две книжки, которые стали очень широко известны. Из «Застрство Захаров». С Фумада первой части «Агами», вторая часть. Это такая антиутопия. Про наше, скорее всего, будущее очень-очень близкое, про российское будущее очень близкое. Очень рекомендую, замечательные тексты, очень грустные, которые, в общем, лишают иллюзий про будущее России. Друг Виктора Шандеровича, Вадима Жука, поэта Плотова, Михаила Шевелева, журналиста, который часто выступал, собственно, с литературами, в том числе вечерами. И у него открытый Фейсбук и известная его точка зрения. И антивоенная, и, в общем-то, антирежимная, и так далее, и так далее. И как можно выбрать человека с такой известностью и с такой ярко выраженной общественной позицией, чтобы пытаться через него дать взятку должностному лицу при исполнении, вот я себе такого сумасшедшего не представляю. Я так понимаю, что по этому делу арестован довольно крупный чин прокурорский. Алексей, я не знаю, кто это. И я так понимаю, что это было не на рабочем месте, а где-то в каких-то садах и кущих. И, ну, то есть, выбрать именно Алексея Федярова для того, чтобы идти договариваться, решать вопросики, я все этого не представляю. Но это как выбрать для такого дела, я не знаю, ну, хотя бы Виктора Шандеровича, да, ну как, ну как. Человек с известной позицией. Ну, что это? То есть, я полагаю, что и домашний арест, и все, что предшествовало всему этому хозяйству, вся эта история, я думаю, что это какая-то очередная история про отестное взаимоотношение жабой-гадюки, какой-то очередной всплеск их безумного романа. И я думаю, что это связано по-прежнему с историей между ФСБ, СК, прокуратурой, кто здесь чего и как, кто кого Рубинович. Вы помните, все эти войны, они в свое время заканчивались то арестом крупных деятелей из СК, то арестом каких-то людей из ФСБ, то вдруг шакро молодого заметут, который оказался связан с СК и с Бастрыкиным. И всегда какие-то регулировали невероятные суммы. Я думаю, что это будет дело в районе продолжения вот такой вот разборки. Ну и что бы там ни было, слушайте, Алексей очень сильный человек, очень умный человек, очень опытный человек. И я-то в нем особо не сомневаюсь. И, конечно, мы вчера разговаривали весь день с нашими общими друзьями, и с юристами, и с юристами-опытами, которые тоже прошли через все вот это и были. И остаются, конечно, соратниками Алексея Федярова. Разные у нас есть версии произошедшего. Но основная, конечно, вот это, пролюбованные отношения жабы и гадюки. И я думаю, на самом деле, что Алексей вряд ли в этой истории может выглядеть фигурой, не знаю, политической, фигурой такого именно политического трагизма, это совсем не то, что арест Алексея Горинова или Азата Мефтахова, или кого бы то ни было. То есть это не арест в рамках борьбы за свободу, борьбы с режимом, борьбы с Путиным, антивоенной борьбы. Я уверена, что Алексей был бы не против, совсем не против, если бы его арестовали именно так. Но это не так. Это не так. И я думаю, что дело будет развиваться интересно. А еще, мне кажется, у меня есть полное ощущение, что он сможет нам в ближайшее время как ты сам что-то рассказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!